Вот это Киселёв Александр Валерьевич. Один из моих подвижников, из тех отчаянных людей, которые тратят личное время. Вы видели, уже сейчас пошёл на десятки его фильмов. Вот это он меня удивил буквально вчера или позавчера. Он мне присылает вот это вот, говорит, Олег Александрович, посмотрите мою статью. Я посмотрел. Статья мне понравилась даже очень. Я говорю, ну вот ещё, пожалуйста. Вот она, жизнь продолжается. Как-то обойдёмся без науки. Если люди, компьютерщик, крутой компьютерщик, вдруг уже как бы выбиваются, как сказать, из общей массы. Это как? Так, да, тут есть маленечко, где-то мы с ними потом поговорили, и мы обсудили эту статью. Где-то добавить, не добавить, где-то слово убрать, добавить. Ничего обидного вроде нету. Пару замечаний, что-то исправит. И вдруг вот эта вот она вся, да. Вот она, вот она. Замечания есть, мы ещё к ней вернёмся. Вот, потому что здесь как? Плюс на минус. Вот видите, вот он нашёл хороший пример. Из Горшея, допустим, Киселёв, да. Но у Горше-то вот этот штамп, который я считаю смертельным. Видите, как всё? День гением, а это плюс, это минус. А другой, может, штамп пониже нарисует, зато в ямке. Вот. А идеальных технологий не бывает. Вы видите, и пошло. И вот он упоминает Чугоева, мы про него поговорим. Курдюма, мы про него поговорим. Железова, и мы про него, про Железова поговорим. И вот замечательная статья, так? И вот тут самая интрига сейчас, интрига в чём заключается. Он мне сразу-то не сказал, поймите, это очень важно, потому что у нас новые, так сказать, появляются возможности развиваться-развиваться. И не просто развиваться, а добиваться чего-то. Вдруг выясняется, что где-то там, на просторах интернета, где-то в каких-то группах, вдруг резкая критика Железова, ссаженцев Железова. Вот, настолько резкая, что он, Александр Валерьевич, очень деликатно пожалел меня. Пожалел, что мало ли сердца, то всё. И взялся вместо меня отвечать. Родил великолепную статью. Вот, вы её потом спокойно посмотрите, пересмотрите ещё раз. Это очень важно для нас, для всех. Есть у меня замечание, ну, в данном случае это сама мысль, сама идея. Или говорят, спасти меня от критики, от такой, ну, как сказать. Знаете, вдруг выясняется, есть человек, а, он мне не хотел говорить, то я его раскрутил. Да что это, вдруг компьютерщик-то вдруг потянуло в это, в это самое, в писатели. Хотя я его поздравляю, Александр Валерьевич. Первый, блин, его и не комом. Так вот, оказывается, он вместо меня вступил в дискуссию вот с этим товарищем, да. Вот. А этот товарищ сделал два фильма. Первый абсолютно учебный. Так. Вот. Обратите внимание. Мы надеемся, что Желеса увидит. Прекрасно. Ну, пусть тут всего сто просмотров, но дело в том, что и сто человек тоже можно запутать мозги. Это тоже немало, да. Вот. Он не собирался никого оскорбить. Вот, смотрим вторую, да. Вот он, дядя Ваня. Абрикосовый сад Железов. Миф. Вот спросительный знак. Он вам не Валерий Железов. Ну, это начитанный человек. Он знает, что такое знаменитая, это миллион на раз растиражированная фраза. Он вам не Димон. Вспоминайте Навального. То есть человек современный, следит за всем. Ну, и переначал. Он вам не Валерий Железов. Обращение к Валерию Железов. Прекрасно. Отправляйте это видео друзьям Валерию Железову. Ну, друзьям, для чего? Вначале фильм, учебный, где он совершенно, на мой взгляд, абсолютно непригодную, вредную, смертельную ловушку приготовил для деревьев, воспользовался ей, сгноил деревья. А я тогда буду все это доказывать на словах, прямо на это. То есть это не пустые слова. А в конце концов, у него началась истерика. Он и так громкий человек. Громко говорит, громко это. Ну, есть такие люди, я сам такой. А в конце у него началась истерика, и он орал, орал, орал. Это самое. Да что бы я? Да хоть это. Вот. Ну, ладно. Какое будет продолжение? Продолжение будет такое. Значит, здесь я не буду даже комментировать. Это будет часть следующего фильма. Вначале. Следующий вебинар я называю чрезвычайным. Или как бы, не планным. Как угодно. То есть, мне придется некоторым товарищам подождать с ответом на фильмы. Почему? Очередно. А, видите? Это просто своеобразная форма. Я обязан ему ответить. Я отвечу. Вот. Теперь. И отдельный фильм будет. Почему? Оба фильма его. Так. Ну, они где-то по 15-20 минут. Вот. Они будут полностью мной засняты с экрана. Я буду останавливать. То есть, я не имею права сделать вебинар. И рассказывать. Рассказывать, рассказывать. Комментировать, да. Ну, например. Зачем железо в яму, когда до воды 67 сантиметров, да. Зачем положить железо в несколько миллионов раз больше, чем нужно деревьям. И что из этого. Ну, то есть, у меня, видимо, тройка была по химии. Ну, и так далее. Это я просто, это, маленький такой выпад в его сторону. Вот. Как он орал. Замечательно. А он думал, как, что железо может и это, и сердечный приступ получить. Ничего не такое переживали. В общем, получится вебинар следующий, посвященный ему. Ну, вот. Разберем, Александр Валерьевич, подробно по строчкам ваши это. Потому что вы же будете публиковать, а вы, извините, вы выходите на первой роли. Вот. Конечно, вам до Антона Валерьевича далеко, как до неба, но вы, как говорил Владимир Ильич, идете верным путем, товарищи. И вот, значит, про это почти все сказал. И самое главное, как? Я решил наоборот. Вот он орал, орал, орал. Был такой великий, очень важный момент, великий певец Шаляпин. Я помню только сам смысл, не помню, какая была опера, кто у него был оппонент. То есть, когда два великих певца, ну, второй чуть меньше великий, но с огромной, с огромной силой, голосом. Они должны были, один царя играл, может быть, там, Годунова, может, этого Грозного, а второй его оппонента. И вот, получилось так, что в какой-то момент Шаляпин должен был проиграть, потому что соревновались не только, там, Годунов с оппонентом, то есть, кто из них, а кто перепоет кого. Это было важно, как соперничество двух гениев в этом, горлового пения, или как его назвать-то. Кто громче орет, извиняюсь, поет. Кхе-кхе-кхе-кхе, извиняюсь за слово орет. Так вот, и когда его оппонент, будучи в ударе, так громко спел свое это самое, знаете, что это, он не растерялся, Шаляпин, и в ответ взял и последнюю фразу, когда весь зал замер, у вас, так сказать, потрясенный этим голосищем оппонента, а что же сам-то гений, он же проиграет, как бы, ну, как бы это, ну, и вот он взял и последнюю фразу прошептал. Вот так. И я, друзья мои, вот этому, дяди Ване, тихонечко, спокойнечко, прошепчу, вот, я постараюсь сберечь его психику, потому что человек потерпел страшную неудачу, страшную, вот, я его понимаю, он самое главное не сделал, он не знает, что за ловушки он приготовил, он взялся, вот этот, дяди Ваня, в первом фильме, который ко мне и к моим саженцам не имеет ни малейшего отношения, ни малейшего, да, он взялся, не будучи, вообще ничего не понимая, создал учебный фильм, так и назвал учебный, и он учил, вот, садить эти, близко к крутой воде, он учил, как делать посадочную яму, это была страшная ошибка, но уже бы сейчас фильм-то в ютубе, но если ты видишь, чем кончилось, возьми ты, сотри его, нет, будем, спасибо, дяди Ваня, получится прекрасный источник для дальнейшего, почему, часть страны, это как у дяди Вани, как его слова, 60-70 сантиметров до воды, ну что, пойдем дальше, видите, выбрал я черешню, как более устойчивую, вот, выбрал оппонента, человек использовал как союзник, видите, вот это потом тоже просчет, и поймете, неудача, в петербург, вот это вот, то есть только просчет, что вы видите,